Девушки отдыхают Девушки отдыхают И на момент следствия он находился под домашним арестом Ваш муж был осужден? Да, мой муж был осужден Какое наказание было назначено? Ему назначили 8 лет колонии строгого режима И вот, как я уже сказала Ему назначили небольшую крупную компенсацию Штраф Да, штраф штраф. Вот, он, когда его уводили, он мне из конвоя кричал, дорогая, разводись со мной, журналюги замучают, меняй фамилию. Я, естественно, сразу же, я пошла развелась, потому что, ну, он так кричал, просто страшно было. Вот у меня есть тоже свидетельство о расторжении брака. То есть вы пошли в органы ЗАГСа с приговором. Да, да. Представили приговор и органы ЗАГСа выдали вам свидетельство о расторжении брака. Да, все верно. Потом я узнала, что я беременна. Я по сроку подсчитала, и получается по сроку, что как раз-таки, когда он находился под домашним арестом, ну, мы все-таки поддерживали брачные отношения, и вот в последний день мы, так сказать, супружеский долг выполнили. Я начала к нему ездить в колонию, но поскольку он получил инсульт, он сейчас парализован, и я ему ни жена, меня не пускает ни врач, ни начальник колонии. Они говорят, вы юридически ему никто. Я не знаю, что мне делать. Я вот ездила, вот у меня вот билеты, то, что это неоднократные поездки, то, что я пытаюсь с ним встретиться, что я заново хочу с ним заключить. Только на каком основании вы просите признать запись акта гражданского состояния недействительного? На основании того, то, что я беременна от него, понимаете? Я хочу проживать в Маутнинске, где вот он находится в колонии. Я хочу, чтобы мой ребенок находился в браке, родился, вернее, в браке, чтобы он знал, что у него есть отец, и что у него есть мать. Поняла вас. Пожалуйста, документы передайте. Так, представитель ответчика, скажите, пожалуйста, исковые требования поддерживаете? Ваша честь, я вот стою здесь и слушаю, я просто в шоке, у меня нет слов. Я иск не признаю. Эта девушка познакомилась с ним, когда ей было 23 года. Моему брату было на этот момент 61 год. Мой брат уже в это время сформировался, он был чиновником. Да, она, можно сказать, просто, как бы сказать, увидела все вот это имущество, деньги, это все как бы ее привлекло. И она всячески старалась влюбить моего брата в себя. Она была очень хорошенькая сейчас она такая. Она влюбляла себя. И она добилась того, что он с ней расписался. Теперь вдруг моего брата арестовали. Это было, конечно, неожиданно для меня. Его арестовали за рабочим столом в своем кабинете за крупную взятку. Она решила, что моего брата уже все отправили в тюрьму. Но его поместили в камеру предварительного заключения. Он там пробыл всего лишь два дня. Он просил, звонил ей, чтобы она привезла ему теплые вещи, средства гигиены. Но ничего этого не последовало. Какое это имеет отношение к спору? То, что она претендует на то, что у нее от него ребенок. Но ребенок этот не от него. Как мы можем сейчас говорить, от кого ребенок? Ребенок-то еще не родился. Хорошо. А теперь она хочет с ним снова зарегистрироваться. Потому что у нас за границей три месяца назад умер дядя. И он оставил нам большое наследство. Там 850 тысяч евро имущество все описано. Вот недавно мне прислали уже письмо. Я могу тоже на обозрение вам дать. То есть вы считаете, что у ИСА исключительно меркантильный интерес? Да. И то, что она говорит, что она хочет поехать к вашему брату, ухаживать за ним, быть рядом, навещать его и так далее. Это все не соответствует действительности. Это не соответствует. Я же ездила. Неоднократно ездила. И вы знаете об этом. Да, кстати, представитель ответчика, представлены билеты. Действительно. Неоднократно ездила. Ну, понимаете, билеты тоже могут быть недействительные. Их можно тоже сделать. Ну, как их сделать, если я ездила? Ну, по вашим словам, можно сделать все. И ребенка, и билеты. В моем доме тут живет соседка, который видел неоднократно, как к ней приезжали любовники, с кем она встречалась. Какие любовники? Так, об этом мы будем доказать в суде. Тишина. Я вот получила справку, что мой брат находится в тюрьме. Он серьезно болен. Он парализованный. Теперь даже мы собрали часть, уже пакет документов с моим адвокатом. Я просила о досрочном освобождении моего брата. Потому что он болен, что хотя бы... То есть заболевание. Да, заболевание. Чтобы его выпустили на свободу. Но я боюсь даже, если он даже выйдет сейчас по суду, то он не доживет до вот этого дня, когда мы должны будем получать вот это имущество. Вот я хочу, чтобы он хотя бы последние минутки вот насладился жизнью, чтобы ребеночка своего увидел. Я поэтому хочу, чтобы он увидел ребеночка, его сначала надо родить. И она всячески доказывает, что ребенок это от брата. Но я в этом совершенно не согласна с этим. Потому что в ту ночь, когда она говорит, ее не было там, когда мой брат находился на домашнем аресте. Мы там были двоем. И вот она всячески говорит, что она с ним развелась, что всячески клевета, что он ее просил развестись, чтобы она фамилию сменила. Нет, я же ношу фамилию брата. Я тоже работаю чиновницей. И тоже сейчас на должности по повышению в мэрии. Я не побоялась ни журналистов, ни правоохранительных органов. Поняла вас. А вам-то самим потом как жить будет? Что-то удаляется для вынесения решения. Как вам потом-то жить-то с этим? Ваш будет племянник. Ваш ведь племянник. Как потом? Так, Милочка. Прошу садиться. Милочка. Оглашается решение суда. Стороны прошу вас не перебивать меня. Суд принял решение. Иск об аннулировании актовой записи о расторжении брака между истицей и ответчиком в книге записей актов гражданского состояния оставить без удовлетворения. Суд выносит данное решение, так как считает, что данная актовая запись о расторжении брака была произведена в соответствии с требованиями закона. В данном случае супруг истицы был осужден до совершения преступления к лишению свободы, как выяснилось в судебном заседании на 8 лет, то есть на срок свыше 3 лет. Поэтому истица имела право расторгнуть с ним брак только по ее личному заявлению через органы ЗАГСа. Что истица и было сделано. Она обратилась в ЗАГС, брак был по ее заявлению расторгнут. Также сообщаю вам, истец, что закон допускает расторжение брака по инициативе жены в период беременности и в течение года после рождения ребенка. Это предусмотрено статьей 17 Семейного кодекса Российской Федерации. Поэтому независимо от того, знали вы или не знали о том, что вы беременны, так как расторжение брака произошло по вашей инициативе. Для аннулирования данной записи актов гражданского состояния не имеется оснований. Кроме того, суд разъясняет, что если ребенок рождается в течение 300 дней после расторжения брака, отцом ребенка признается бывший супруг матери. Это предусмотрено статьей 48, часть 2 Семейного кодекса Российской Федерации. В данном случае закон защищает права ребенка. Оспаривать отцовство после рождения ребенка имеет право только ваш брат. Если вдруг по стечению обстоятельств получится так, что ваш брат не доживет до рождения ребенка, тогда оспаривать отцовство уже не сможет никто. Законом это не предусмотрено. Понятно? Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Я считаю, что решение вынесено незаконно. Я определенно буду это обжаловать во всех вышестоящих инстанциях. Я буду действовать по закону и добьюсь анализа генетической экспертизы и докажу, что этот ребенок не моего брата. Я буду действовать по закону и добьюсь анализа генетической проверки, что это уже во время приходит. Я могу сказать, что сегодня мы сразу применяем все и что в этом же время. Я буду действовать в таком случае. Я буду действовать по закону.